Эссенциальный тремор Эссенциальный тремор, или тремор минора в большей части случаев является наследственной патологией, так как мутация генов передается напрямую от родителей к потомству. Заболевание чаще диагностируется у пожилых старше 50 лет. Другая причина болезни это неправильное взаимодействие некоторых мозговых структур, ответственных за координацию произвольной активности мышц. Причины возникновения Наиболее характерным проявлением патологии является дрожание рук мелкоамплитудное либо среднеамплитудное. При этом тонус мышц остается неизменным. Дрожание охватывает лучезапясные суставы и суставы пальцев. Физиологический тремор представляет собой ритмичные мышечные сокращения. В начале заболевания тремор проявляется лишь в напряжении при выполнении какой-нибудь работы. Затем дрожание может возникать самопроизвольно в состоянии покоя. Амплитуда тремора со временем увеличивается, а частота наоборот уменьшается. Усиление тремора наблюдается при эмоциональных переживаниях, чувстве голода, физической усталости, употреблении стимулирующих нервную систему веществ и воздействии холода. Также выраженность симптомов может быть спровоцирована волнением от пребывания в общественных местах. Тяжелые проявления ведут к утрате пациентам работоспособности и способности обслуживать себя. Симптомы Спастическая кривошея, блефороспазмы, аромандибулярная дистония. Больным с тремором рук особенно трудно дается письмо, так как этот вид деятельности приводит к быстрой утомляемости мышц кисти и предплечья и возникновению так называемого пищевоспазма. Виды заболевания Эссенциальный тремор рук – это наиболее часто наблюдаемая разновидность эссенциального тремора. Важно не путать данный вид тремора с дрожанием рук вследствие паркинсонизма или возрастных нарушений опорно-двигательной системы. Эссенциальный тремор мимических мышц Для мимического тремора характерно дрожание губ, спонтанно случающиеся при разговоре или когда больной улыбается. Могут дрожать щеки больного и височные мышцы. Эссенциальный тремор языка и век, встречается реже, чем иные виды тремора. Дрожание века и языка могут быть практически незаметны для окружающих, но хорошо ощущаются самим больным. Дрожащий тембр языка и голоса, тремор может присутствовать и в голосовых связках, отвечающих за речевые функции, что ведет к изменению тембра голоса. При этом голос человека становится дрожащим и блеющим, вибрирующим, может возникнуть заикание и трудности с четким произношением слов. Голосовой тремор развивается преимущественно у пожилых больных, особенно тех, чей стаж болезни 10 лет и больше. Дрожание диафрагмы – редкий вид патологии, подтверждающийся рентгенографическим методом. Сочетание дрожания диафрагмы, голоса, губ и языка вызывает специфические изменения дыхания и речи. Дыхание становится прерывистым, а речь неразборчивой, отрывистой и трудной для восприятия. Эссенциальный тремор ног, тремор ног отмечается редко и выявляется лишь у 20% больных. Зачастую его проявления незаметны или слабо выражены и диагностируются только с помощью аппаратного исследования. Эссенциальный тремор головы, часто встречающийся вид тремора, вызван непроизвольными синхронными сокращениями шейных и лицевых мышц. Может проявляться в виде единичных киваний головной, множественных киваний как вверх и вниз, так и из стороны в сторону, постоянной мелкой дрожи головы. Симптомы обычно нарастают с возрастом. Диагностика. Медицина выявляет данный недуг с помощью дифференциального диагноза. Методом исключения из списка возможных заболеваний, для которых тоже характерна дрожь конечностей и других частей тела, устраняются, алкоголизм, болезнь Паркинсона, дистония, невротическое дрожание, рассеянный склероз, токсические поражения, энцефалопатия при печеночной недостаточности и другие. Действия пациента. Обратитесь к врачу, если непреднамеренная дрожь рук, головы или других мышц мешают вашей повседневной деятельности. Лечение. Как и большинство неврологических болезней, эссенциальный тремор лечится комплексно. Применяется медикаментозное, немедикаментозное и при необходимости хирургическое лечение. Лекарства, применяемые при лечении, делятся на несколько групп. Бета-блокаторы адренорицеепторов, снижающие стебень выраженности симптомов, противосудорожные средства, также устраняющие дрожание, транквилизаторы бензодиазепиновой группы, препараты с витамином В6 внутримышечно, внутримышечное введение небольших доз ботокса. Положительное действие имеет физиотерапия, нацеленная на восстановление контроля над мышцами и постановку правильного дыхания при дрожании диафрагмы. Тремор рук возможно частично нейтрализовать посредством гимнастики для пальцев и работы с мелкими предметами. Главные условия эффекта от таких занятий их регулярность. Помогают от эссенциального тремора контрастные души, другие водные процедуры, больниотерапия в санаторно-курортных условиях. Больному могут назначаться специальная диета, расслабляющая акупунктурный массаж и глоукалывание. В тяжелых случаях, когда лечение медикаментами не дает оздоровительного эффекта или не может быть применено по иным причинам назначается хирургическое вмешательство. Осложнение. Эссенциальный тремор не представляет серьезной угрозы. Профилактика. Нет никакого известного способа предотвратить эссенциальный тремор.